Сегодня вторник и традиционно наш выпуск посвящается оперативному совещанию в правительстве при участии дорогого Ради Фаритовича. Однако мы сделаем исключение и в этом выпуске большинство времени потратим на обсуждение первых итогов выборов, которые минувшим воскресеньем накрыли Республику Башкортостан. Так как сейчас говорить о точных результатах на выборах еще нельзя, Центрсбирком подводит итоги, добивая цифры и выводит окончательный итог этих выборов, я поговорю о них только исключительно в призме собственных ощущений и того, что я видел своими глазами, а не получил от посредников или в виде какой-то аналитики. И, пожалуй, что это будет, наверное, даже интересно. Я участвовал в этот раз в выборах в качестве руководителя избирательного штаба Владимира Барабаша. Конечно, для меня эти выборы прошли через, скажем так, призму вот этих вот обстоятельств, но и общие моменты, конечно же, не прошли мимо меня. Первое, что бросилось в глаза еще с момента, когда даже выборы не начались, а шли подготовительные процессы, когда началось первое общение с представителями участковых избирательных комиссий, территориальных избирательных комиссий и Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан, так вот это первое было какая-то чудовищная, небывалая деградация кадров. Особенно это касается участковых избирательных комиссий. Председатели и члены этих комиссий продемонстрировали абсолютное незнание законодательства. Более того, вели они себя в большинстве своем очень агрессивно. И вот эта смесь невежества и наглости, конечно, дала вот такой эффект. Честно признаться, в последние, наверное, 10 лет я с подобными качественными показателями людей, работающих на выборах в составе избирательных комиссий, не сталкивался. Доходило до смешного. Ну, например, в Черниковке один из председателей участковой избирательной комиссии заявил, что он не знает о существовании вообще в природе таких людей, которые называются члены избирательной комиссии с совещательным голосом. Многие председатели избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий требовали документы, которых не существует в природе. Я имею в виду, требовали у членов комиссии. Требовали вот эту печать пресловутую, которой не бывает у кандидатов, но однако требовали. Подвергали сомнению подлинность документов, подлинность которых они, в свою очередь, проверять не должны и не имеют права. Они абсолютно не понимали, как процедурно происходят выборы и очень удивлялись, когда им объясняли, что на основании закона, например, подсчет избирательных бюллетней должен происходить вот так. Они говорили, да нет, мы не хотим этого делать, мы будем вот так делать, как нам удобно, в одну стопочку. Самое поразительное, что это не какие-то разовые случаи, то есть, ну, учитывая то, что в Башкирии было 3434 избирательных участков, это действительно много, конечно же, среди них могли попадаться, ну, люди с низкой компетенцией. Однако в этот раз это было абсолютно тотальным явлением. Несколько лет назад составы избирательных комиссий, которые назначаются на 5 лет, были изменены. И, судя по всему, с того момента никакого обучения, никакой подготовки членов избирательных комиссий с решающими голосами и председателей избирательных комиссий не проводилось. Мадам Макаренко, судя по всему, несколько превратно истолковала свою задачу на высоком посту. И, я так полагаю, она решила, что только избрание дорогого Радия Фаритовича является ее основной священной обязанностью, а вовсе не поддержание Центральной избирательной комиссии в работоспособном состоянии. Потому мероприятия, направленных на то, чтобы хоть сколько-нибудь просветить собственный персонал, а члены избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий в том числе, это действительно персонал, который обслуживает выборы, они не потрудились. Соответственно, на выборы пришли абсолютно невежественные, агрессивные и убежденные в своей безнаказанности люди. Именно эти люди и сделали выборы дорогого Радия Фаритовича. Теперь немножко о предполагаемых результатах. До четверга они останутся, наверное, таковыми. Этих выборов. То, что мы услышали в ночь выборов в гостинице Кроун Плаза, конечно, ошеломило практически всех. И присутствующих, и тех, кто это узнал в последствии уже через СМИ и всевозможные другие источники. Никто такого не ожидал. Никто такого не хотел и никто такого не желал, на самом деле. Потому что победа Хабирова была предсказуема в разных, условно говоря, инстанциях и в разных ипостасях. Но то, что явил миру Хабиров и его команда, это, конечно, совсем не победа, а это называется триумф. И этот триумф разрастался по мере поступления его в продажу. Начал Хабиров со скромных полутора миллионов человек, которые проголосовали за него. В последствии к утру на оперативке он уже рассказал о том, что это один миллион семьсот тысяч человек и так далее. Явка, которую, опять же, декларировали на этом мероприятии в гостинице Кроун Плаза, на этой избирательной ночи или ночи выборов, была тоже заявлена, ну, сначала там было 75%, потом они немножко потупились через ночь, опять же, она превратилась примерно в 72%. Такой явки в Российской Федерации не бывает. Ее смысле не бывает от слова совсем. Такой явки не было на выборах Владимира Путина. Такой явки вообще давно, с 90-х годов, не было ни на каких выборах Российской Федерации. То есть, говоря простым языком, команда Хабирова сделала невозможное. А невозможное это в трактовке юридической, здесь, конечно, уже граничит с преступным. Однако я пока так утверждать не буду, мы дождемся конечных результатов, вдруг они одумаются, и явка, и голоса за самого Хабирова станут настоящими. Данные конкретных участков, конечно же, в каждом отдельном случае противоречили тому, что вышло в результате. То есть, я не слышал ни одного участка, где бы результат был идентичен тому, что задекларировано по Хабирову, но все, которые есть результаты в нашем распоряжении всех отдельных участков, они ниже. Соответственно, математика не позволяет усреднить меньшее до большего. Однако, вот что есть, то есть. Ну, например, конкретный участок номер 2988 в городе Туймазы. Это участок элитный, там голосуют все руководства города. Это участок расположен в таком поселке малоэтажном, дорогие коттеджи и прочее. Так вот, явка на этом участке была 35%, а за Хабирова проголосовала 62%. Вот это, на мой взгляд, эталонный участок в том смысле, что это именно то среднее значение, которое на самом деле имело место быть на этих выборах. И результаты, которые нам известны по отдельным участкам, в основном крутятся где-то вокруг этих цифр. Это явка и 35%, и 37%, и 50%, но есть и 25%, и 22%. Из-за Хабирова это 62%, но есть и 70%, есть и 50%, есть и меньше. Я не знаю, зачем понадобилась Хабирову вот такая цифра. Звучат уже мнения о том, что, возможно, ему нужно было показать явку и результат выше, чем у Хамитова, ну, чтобы, как сказать, закрепиться там, дистанцироваться от Хамитова. Но у меня вопрос, а зачем Хабиров показал явку и собственный результат выше, чем у Путина? Напомню, что год назад в том же самом Башкортостане Путин набрал, собственно, на 5% меньше, чем Хабиров. Путин до пенсионной реформы, Путин президент Российской Федерации и так далее, и так далее, набирает на той же территории меньше, чем Хабиров. Хабиров человек, которого не все в республике знают по фамилии и не все знают его в лицо. Вот это, конечно, абсолютный фарс и выбегание за края. Об этом вот эта команда Хабирова не подумала, ну, как говорится, что есть, то есть. Немного хотелось бы рассказать про необычное мероприятие, которое состоялось в ночь выборов, вернее, в день выборов и продлилось до глубокой ночи. Это так называемая ночь выборов, которая прошла в гостинице Кронплаза. Цель задачи этого мероприятия, которое было скопировано с московского, такого же, которое происходило в то же время в Москве, была, ну, какая-то консолидация прессы и выдача информации, ну, под контролем и чтобы никто никуда не разбегался, ничего нигде не вознавал, не дай бог. Пришлось мне поучаствовать в этом мероприятии в качестве руководителя избирательного штаба Владимира Барабаша. Впечатления, конечно, у меня довольно грустные, на самом деле, от этого мероприятия. Все было безупречно организовано с точки зрения, ну, места положения сервиса логистики. Тут господин Назаров, конечно, проявил достойную последовательность. Следовательность мероприятия было удобное, вкусное. На нем было какое-то абсолютно безумное море разливанное алкоголя. И ведущие мероприятия почему-то настойчиво предлагали употреблять его без всяких ограничений. Кормили, поили, все было очень четко. Но таким отличительным моментом, какой-то, наверное, визитной карточкой всего этого мероприятия были два клоуна на ходулях. Вот эти два клоуна на ходулях, они сразу бросались в глаза, естественно, они были там 3 метра ростом. И они, конечно, в определенном смысле иллюстрировали и вот объясняли происходящее. Вообще для меня они явились прямой аналогией того, что сделала команда Хабирова на этих выборах. Они встали на ходулю. То есть, не имея возможности быть выше всех, естественным образом люди нарастили себе рост при помощи вот этих вот деревяшек. Ну, надо понимать, что, как говорится, вставая на ходуле, человек должен понимать, что чем выше он находится, тем громче будет падение. Ну, это дело будущего. Что же происходило на этом мероприятии? Ну, в общем, там было очень много музыки. Это был своего рода фестиваль. Периодически на сцену выходили кандидаты, все, кроме Хабирова. Между кандидатами были включения Центра сберкома, откуда рассказывали, как идут выборы, что все здорово и так далее. Но в основном это была музычка. Музычка, музычка, алкоголь. Это вот вообще, видимо, такая тоже фирменная стилистика нашего будущего. Это будет музычка, курай, алкоголь. Немножко прямых включений. Снова алкоголь, курай, музычка. В 10 часов на ночь выборов прибыл дорогой Радий Фаритович в окружении всей своей команды. Команда была одета, подчеркнуто, казуально, в джинсиках, в пиджачках. Хабиров был официально одет, но без галстука. Вышел на сцену, произнес благодарственную речь, объяснил, как трудно и тяжело далась им эта избирательная компания в смысле 10 месяцев тяжелой работы, а выборами-то они вообще не занимались, ну и так далее, и так далее. Хабиров, что бросилось в глаза, многим располнил. Опять сильно потел, как и в телецентре. Может быть, там тоже было жарко, но я не заметил. Потом позволил задать себе несколько вопросов. Вопросы задавали в основном женщины, в основном в просительные или даже восклицательные интонации. Ну, например, мадам Кликовская напомнила Хабирову о немоверной дороговизне журналистской лояльности, нынче, дескать, дорого все, и попросила устроить ей дом журналиста. Зухра Буракаева просто пала в ноги и благодарила, многословно не задавая вопроса, за то, что выборы прошли в душевной, домашней, семейной обстановке, и все вот эти Рафисы Кадыровы в ее представлении являются членами одной семьи и так далее, и так далее. Я вообще не понял, зачем Буракаева выпустили на сцену, но тем не менее она там была. Тимасова попросила по-простому дом моды, который ей был абстрактно обещан, но немножко потом. И, в принципе, после этого Хабиров поучаствовал в прямой линии с Москвой, там было некое такое медийное включение, и он был по своим делам. При этом приплясывающий в углу Мурзагулов подавал какие-то там сигналы. Вообще он производил впечатление человека, я имею в виду Мурзагулова, находящегося в каком-то не очень естественном состоянии. Я не нарколог, я не знаю там какие были или не были предприняты закидывания или употребления, но выглядел он не очень здорово, конечно. Ладно, и еще один момент, который хотелось бы отметить, вернее, не два момента. Это сводный хор мальчиков, которые сопровождали вообще мероприятие. Первым мальчиком, который выступил еще до приезда Хабирова, был Шамиль Валеев, который продемонстрировал присутствующим два фильма. Фильмы эти были теми самыми пародиями переделанными. Помните вот этот вот отрывок из какого-то исторического фильма, где бункер Гитлера? Гитлер там кричит, истерит. И вот переозвучивается вот этот отрывок разными-разными юмористами. Так вот, Шамиль Валеев переозвучил этот отрывок. В первом случае в качестве Гитлера был Сарбаев, который кричал полуматерными, полунемецкими словами о собственной коррупции, о безвыходном положении, о том, как его, значит, все там обманули, так скажем, и так далее. Во втором случае в качестве Гитлера был Хамитов. Ну, собственно, сами-то эти пародии были не смешные, довольно-таки топорные. Шамиль Валеев, улыбающийся до ушей прямо на сцене, но меня больше поразила реакция публики. В зале была, ну, вся наша вот эта вот сельская элита, половина правительства, вот эти медийные все наши звезды, околомедийные и так далее, там, администрации. Все эти люди хихикали, хлопали, радовались, послушно глядя на экран. И я подумал, боже, вот еще там год назад они все в полном составе были готовы лизать персонажам, которые демонстрировались на экране, я имею в виду этим псевдо-псевдопсевшонажам, все то, что приличные люди не лижут. Сейчас они злорадно смеются над тем, как на экране унижают тех, кого они вчера еще готовы были облобызать. И ведь через несколько лет, там, два года, три года, четыре года, как пойдет, в качестве этого Гитлера в этих же роликах Шамиль покажет нам Хабирова. И примерно тот же состав людей опять будет хихикать и злорадствовать в зале. Как они этого не понимают? Ну, в общем, было, конечно, исключительно противно. Вот честно сказать, было исключительно противно. И немного ожидаемых сенсаций, которые тоже начались еще ночью восьмого и продолжились утром девятого. Я имею в виду явление миру Андрея Геннадьевича Назарова, который прибыл на ночь выборов, сопровождая Хабирова, непосредственные близости, в чудесных синих ботинках. Так вот, Назаров, помимо того, что постепенно был явлен миру и на следующий день был уже объявлен как ИО, вице-премьера правительства. На ночь выборов был человеком, которого Хабиров пустил на сцену после себя, после главного выступления. Хабиров отбыл, Назаров остался. И он произносил длинную-длинную речь, благодарственную и воспевающую дорогого Радия Фаридовича. Но в этой речи мне бросилась одна вещь в глаза. Это при упоминании Сибаях Назаров сообщил такую вещь, что если бы даже Сибайской катастрофы не случилось, то ее стоило бы выдумать, чтобы явить во всей красе нашу мощь и силу временно исполняющего обязанности руководителя республики. Честно говоря, подобная логика у меня вызвала много вопросов. Я задумался, что имел в виду на самом деле Андрей Геннадьевич, и не ошибся ли он в формулировках, может быть, как говорится, занесло на повороте. Неужели речь идет о том, что нужно выдумывать бедствия и катастрофы, чтобы продемонстрировать мощь, силу и красу вот этого вот гражданина. Ну, теперь об оперативке, которая в этот раз была самой короткой на моей памяти, 42 минуты, и самой пустой, ну, по крайней мере, в последние 2-3 месяца. Начали с того, что Хабиров огласил опять результаты своих выборов, теперь у него уже стало 2 миллиона 100 участников этих выборов, проголосовавших, и за него уже проголосовал миллион 700 человек. В общем, судя по всему, надо эту историю останавливать официальными данными Центризбиркома, иначе Ради Фаритович договорится до 100% явки и 99% за него лично. Ну, да ладно. Далее заслушали дежурный доклад о оперативной обстановке, но сами понимаете, что в прошедшую неделю в республике вообще ничего не могло плохого случиться, все было чудесно, даже лучше, чем обычно. И Хабиров опять перешел к объявлениям. Во-первых, он сообщил, что главной задачей на ближайшую неделю до 19 сентября является сформировать вот этот вот чудесный указ, который будет оглашен 19 сентября, и который будет содержать, как он сказал, главный документ, и он будет содержать стратегию развития республики Башкортостан до 2024 года. Хабиров не первый раз говорит об этом чудо-документе, и главным отличительным моментом этого документа, по его словам пока, мы же не видели его еще, станет то, что он будет содержать конкретные критерии, конкретные показатели по каждому направлению развития. Ну, в общем, про этот документ Хабиров и еще говорил на этом оперативном совещании, и мы, конечно же, к нему вернемся. А вторым объявлением было официальное объявление о том, что Андрей Геннадьевич Назаров назначен Хабировым, исполняющим обязанности вице-премьера правительства республики Башкортостан. Многие СМИ и издания ошиблись и уже провозгласили Назарова премьер-министром, так вот это не так. До 19 числа, как минимум, Андрей Геннадьевич пробудет в статусе исполняющего обязанности вице-премьера правительства республики Башкортостан, возглавлять правительство формально, по крайней мере, будет до 19 числа ради Хабиров, но для Назарова это именно та стартовая ступенька, с которой он, судя по всему, стартанет на должность премьер-министра республики Башкортостан. Все последующие вопросы оперативки я постараюсь охарактеризовать одной фразой. Каждый вопрос будет, это одна фраза. Вопрос номер два был о подготовке к проведению республиканской акции «Зеленая Башкирия» в осенний период 2019 года. Не дают покоя радио Фаритовичу зеленые насаждения, и в Уфе 5 октября, в субботу, несчастные бюджетники города будут лишены опять своего выходного под музычку, с концертом, горячим питанием из полевых кухонь. Они будут высаживать деревья, кустарники и прочие крупномеры на радость нынешней власти. В общем, люди будут лишены одного из выходных. Следующие три вопроса были посвящены так или иначе развитию экспорта в республике Башкортостан. Руслан Загиточ Мирсаяпов, Урал Файзулыч Насибулин, и Юрий Александрович Лысов, соответственно, руководители или замы руководителей Госкомитета по внешнеэкономическим связям, Министерства сельского хозяйства и Министерства промышленности и инновационной политики сообщили нам о том, что в ближайшее будущее, а именно к 2024 году, экспорт в республике Башкортостан по разным показателям может удвоиться, утроиться. В некоторых позициях он стартанет с нулевой отметки и превратиться в какую-то совершенно заоблачную. Все эти истории про экспорт не сырьевых товаров из республики Башкортостан, это, конечно, тоже тот же самый жанр полуфантастики, полуфантазий. Говорить о таких вещах практически в сослагательном наклонении на самом деле не имеет никакого смысла. Нужно планировать, работать. Это не повод и не тема для докладов. Темы для докладов должны быть результатами вот этих вот экспортов. Но отмечу про себя загадочное исчезновение экс-мэра города Салавата господина Гельманова с должности министра промышленности и инновационной политики. В ходе вот этих трех докладов о будущем росте экспорта выяснилось, что министром инновационной политики и промышленности в республике Башкортостан стал Никтан Насибулин Урал Файзулович. Незаметная ротация кадров в правительстве республики Башкортостан стала уже традицией. Куда делся Гельманов? За что уволили? Совершенно непонятно. Но у меня есть, конечно, предположение о том, что он не смог научиться выговаривать правильно слово инновация или писать слово инновационная политика. Ну, в общем, исчез Гельманов. Не знаю куда. Последним крайним вопросом оперативного совещания был вопрос о подготовке к всплеску заболеваемости гриппом ОРВИ в республике Башкортостан. Вообще обычный процесс. Вот я не знаю, зачем они эту рутину выносят и делают предметом обсуждения. И даже не обсуждения, а просто доклада на этих оперативках. Ведь Хабиров с Забелином не могут обсуждать ни качество вакцин, ни их воздействия на население и так далее. Вот просто вышел Забелин и рассказал. Единственное, что бросилось мне в глаза, это то, что количество людей, которых вакцинирует Забелин в этом сезоне поразительным образом близко к количеству людей, проголосовавших за Хабирова. Может быть, совпадение, ничего не знаю, действительно, но вообще очень похоже. Уж не всех ли бюджетников послушных будут вакцинировать Забелин в ответ и в благодарность на реакцию на выборах. Завершая оперативку, Хабиров опять вернулся к этому главному документу, к этим как бы майским указам, как бы Путина. Вообще, конечно, копирование Путина это довольно опасная история для губернаторов. Общеизвестно, что Путин не любит, когда его имитируют, особенно, когда это все превращается в гротеск и сатиру. Лично не любит. Путин вообще не очень любит вот этой вот прямой лести вот такой примитивной азиатской, которую демонстрирует Хабиров, но да посмотрим. Но вернемся к вот этим как бы майским указам как бы Путина-Хабирова. Этот главный документ, по словам Хабирова, в этот раз будет содержать главные показания для республики. Вообще, Хабиров все время путал показания и показатели. Ну, не знаю, тут юридическое образование мешает ему быть политиком или все-таки подсознание начинает вспоминать о показаниях, я не знаю. Так вот, эти главные показания в этом главном документе, по словам Хабирова, должны быть интересны абсолютно всем бабушкам, бизнесменам, школьникам. Все эти бабушки, бизнесмены и школьники, открыв этот документ, о чем, собственно, стал мечтать Хабиров, найдут в нем что-то про себя. Он должен быть написан простым языком, о чем Хабиров напомнил Илшату Тажидинову, который внимательно слушал своего начальника. Ну, вообще, я делаю вывод, что, наверное, эти показания будет довольно интересно читать, но тут Радифаритович рискует одной вещью. Если он действительно выпустит подробный документ, подробный план развития республики, именно по этому документу начнут наблюдать за ним, как он его исполняет. Я бы не рекомендовал ему делать вот таких детализаций вплоть до районов и городов, иначе потом поймают за руку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова